Ава, народ, с вами Анастезия, мы продолжаем проходить Корпс Пати Блад Драйв. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что не закончили разговор с вот этой вот безумной мадам. По-моему, у неё едет крыша, потому что она хочет устраивать экскурсии по проклятой школе Тензин, где куча народу померла из-за духов. Это вообще просто... Fashion is my profession. Ты ведь сама не пробовала их использовать? Аика улыбнулась. Она расположила камни как символ инь-янь и соединила их. В ту же секунду они начали светиться бело-голубым светом, и вокруг Аика сформировался поток энергии. Этого не может быть! Продолжая улыбаться, Аика смотрела мне прямо в глаза. Не обязательно решать всё сейчас. Обдумай. Полная сила камней ещё неизвестна, какая опасность, которую они могут представлять. Сказав это, она неспешно развела камни, и окружающая её аура энергии рассеялась. Это ведь камни из дома Макины Шинозаки, выдающиеся фигуры семьи Шинозаки. С их подлинностью и достоверностью спорить трудно. Вот это да. Можно взглянуть на них? Не дождавшись ответа, Кишинума выхватил загробные камни из рук Аика и начал их внимательно рассматривать. Не верится, что они были в той коробке. Ты ведь не собиралась оставить их себе? Похоже, этот вопрос застал Аика врасплох. Молодец, Кишинума. Половина заслуги за их обнаружение принадлежит Шинозаке. Как-никак, она там рисковала своей шкурой. Аика задумалась над этими словами. Ха, что ж, давайте сделаем так, что никто из нас не сможет использовать их в одиночку. Оставим друг другу по камню. Хорошо. Кишинума, дай мне один из камней. Да, конечно. Кишинума кинул один из камней мне в руку, второй бросил в кисет Аика, из которого она их достала и закрыл его. Вот. Он, как ни в чем не бывало, протянул кисет законной владелице. Звоните мне в любое время. И не волнуйтесь, я даже сама могу найти вам книгу теней. Совершенно бесплатно. Аика широко улыбнулась, наверное, самой кампанейской улыбкой, которую я только видела. А когда мы ее найдем, Айюми, ты ведь пойдешь со мной? Я закрыла глаза и не смело кивнула, опустив и не поднимая голову. Это было принято за положительный ответ, но я не уверена, что я этим имела в виду. Хорошо. Раз так, то я оплачу ваш обед. Аика встала и взяла счет. Нет, я сама за себя заплачу. Я достала кошелек. Мне не хотелось так или иначе быть у нее в долгу. Аика улыбнулась. Значит, каждый за себя. Ах да, чуть не забыла. Пусть это останется у тебя. Аика протянула мне свою мыслиграфию. Ну же, она тебя не укусит. Я же не прошу за нее заплатить. Просто возьми ее. С моим благословением. Я ее ненавижу. Я тоже. Сузумота, Шинахара, Маришиги и Мисс Юй. Как только я верну их, то уничтожу этот камень. Да, тут я с тобой согласен. Лучше и второй сразу разбить. Вы что, с ума сошли? Вы только что выбрались из этой дурацкой школы, и вы хотите в нее вернуться, чтобы вернуть своих друзей? По-моему, вот эта вот Курва, которая с вами только что разговаривала, она вас просто доколола несколько раз за разговор. А они ей поверили. Ясно же, что у нее есть какой-то свой мотив. Что ей нужна эта книжка теней для чего-то. Будто специально дождавшись этих слов, Кишинума вытащил из кармана второй камень. Где гарантия, что она правду говорит? Она не знает, каково это побывать в той проклятой школе. Подумать только, она хочет туда. Так что я взял ее камень, когда она отвернулась. Кишинума, это круто! Ты очень коварен! А то, серьезная ситуация требует серьезных действий. И не знаю даже, как тебе сказать, Шиназаки, но... Вся эта затея с воскрешением. Сузумото и остальные. Может, лучше просто оставить все как есть? Да, правда, что... Ты уже через столько прошла и чуть не умерла. Я не думаю, что Сузумото, Мисс Юй, Шинахара или Моришиги хотели бы... Но это может быть и не так. Черт возьми, Шиназаки, заканчивай. Ты знаешь, как за тебя волновались Сатоши и Накашима. Прости. Пойми, Кишинума, мне просто нужно чуть больше. Просто помоги мне еще немного, хорошо? Дай мне это сделать. Ты хочешь еще больше ошибок наворотить? Хорошо, но одна ты не пойдешь. Я подержу у себя один из камней. Ладно. Нет. Им нельзя быть вместе. Если действительно на семье Шиназаки проклятие, из-за которого будут умирать мужики, я не хочу, чтобы он был с ней. Все будет хорошо. Я встретилась взглядом с Кишинумой. Мои глаза, наверное, выглядели как два блюдца. Как два окна в душу, которую последние события наполнили страхами. Если что случится, сразу зови меня, хорошо? Я тебе помогу. Не бросайся необдуманно навстречу неприятностям, как вчера. Я не уверен, что смогу чем-то серьезно помочь, но защищу тебя обязательно. Сказав это, Кишинума поглазил меня по голове, дабы подбодрить. Я не знала, как мне реагировать. Я чувствовала тепло, заботу и раздражение. Практически как младшая сестра, которую ругает старший брат и потом утешает. Я только смогла ответить... Хорошо. Мне казалось, что мои глаза вот-вот вывалятся из открытых до предела век. Я представила, что сейчас видит Кишинума, и мне сразу стало стыдно. Давай, пойдем домой. Ладно. Ну, пойдем домой. А тут есть эти свечки? Нет? Опаздывает. Вот правда, о чем он только думает. Так и напрашивается на подзатыльник. Сейчас мне ничего не нужно покупать. Ну ок. Готова идти домой? Тогда пойдем. Я дома. С возвращением. Диктор новостей. Очередная загадочная смерть. На этот раз жертвой стал гражданин Окабе, чье тело было обнаружено с переломанным позвоночником. На телеэкране была карта Токио с двумя красными точками. Подпись внизу гласила, причина загадочных внезапных смертей все еще не установлена. Ужин скоро будет готов. Айуми, можешь пока сходить принять ванну? Хорошо. Ой, мне же еще самой в ванну идти. Я забыла про носки, которые сняла и оставила на полу в гостиной, перед тем, как идти в ванную комнату. Эй, а носки? Ой. Эта вредная привычка настолько укоренилась, что стала почти ритуалом. Хорошо, что мама так быстро меня пересекла. Подняв носки, я вышла из комнаты. Получится ли у меня их вернуть на самом деле? Если я использую книгу теней в стенах школы Тензин, то, возможно, и получится. Оставив рюкзак в своей комнате, я на автомате схватила штаны и гетры, направилась прямиком в ванную. В ванной я бросила носки в корзину для белья и начала снимать школьную форму. Глядя на себя в зеркало, я забормотала. Обратный удар. Если я ошибусь, это может случиться снова. Затянувшиеся шрамы на шее и руках будут вечно мне служить напоминанием того, через что я прошла в доме Шиназаки. Я отчетливо помню ту агонию. Помню, как моя кожа без видимых причин начинала плавиться, как кровь хлистала из резаных ран. Я выжила только потому, что Хина пожертвовала собой. Я должна... Я попыталась изобразить уверенность. Когда у меня ничего не получилось, я сильно ударила себя по щекам. Мне нужно было из себя это выдавить. Соберись, тряпка. Ой, ну хоть здесь фан-сервиса нет. Ну, я имею ввиду, вот с вот этим. Я опустила голову и начала пускать ртом по воде маленькие пузырьки. В моей голове вертелись все за и против возвращения в школу Тензин. Сила. Пойти против судьбы. Переписать ее. Я Шиназаки. Значит, что только я это могу. Я докажу, что мне под силу их вернуть. Ну, что-то я, если честно, не очень уверена. Если бы я только знала, где найти книгу теней, нужно ее обязательно найти. Хм, ты серьезно собираешься искать книгу теней? Твоя тупоголовость не перестает меня удивлять. Господи, что ты делаешь в ванной? Подглядываешь, что ли? О, боже, так смешно. Это было последнее, что я ожидала. Невозможно было не закричать. Это был тот самый парень, который в прошлый раз забрался в мою комнату. На нем даже была та же одежда. Тогда он говорил со мной, не оборачиваясь. Итак, теперь тебе известно про Нирвану. Головоломка собрана, и теперь ты знаешь, что нужно делать. Он улыбнулся зловещей самоуверенной улыбкой, по-прежнему не глядя в мою сторону. П-п-почему? И как? Сокрытие присутствия одной из наипростейших заклинаний. Тут не о чем поднимать шум. Я тут, чтобы напомнить тебе. Напомнить кто ты и что ты должна сделать. В конце концов, твоя кровь накладывает на тебя некоторые обязательства? Ты... М? Озабоченный! Маньяк! Хулигант! Я звоню в полицию! Наверное, в тот момент мое лицо было краснее красного. Заткнись, плоскодонка! Кого ты тут озабоченным называешь? У тебя тело школьницы. На такую доску даже смотреть никто не захочет. Ну, серьезно. Понимаете? Вся вот эта вот тема досок, не досок, она почему-то распространена вот только в Японии. Я нигде не видела, чтобы кто-то в жизни там прямо... Прямо плоскодонка. Если только не быдло какое-нибудь там, я не знаю. Ну, реально. У японцев просто какой-то комплекс по этому поводу. Поэтому они, собственно, таких сисястых и рисуют. Ну, кстати, ты не прав. На нее уже посмотрел Кишинума, и, видимо, его эта доска вполне устраивает. Что? Казалось, что вся моя кровь прилила к голове. Казалось, что ниже шеи я белая, как снег, а выше красная, как светофор, и готовая взорваться. Просто слушай. Книга теней находится в Нирване. Она попала туда после того, как ты напортачила в доме Шиназаки. Вот. Он протянул мне мыслеграфию, которую мне дала Аика. Где ты... Чего ты хочешь добиться? Просто посмотри на нее, идиотка. Вот, блядь, прямо сюда. Ой. Я не ожидала, что тут будут маты. Я выхватила фотографию со всей агрессии, на которую была способна, и затем немного отошла, чтобы быть как можно дальше от него. На фото, предоставленном Аика, была девочка с топором. Но теперь я увидела, что в другой ее руке что-то есть. Книга в твердом переплете, размером с печатный словарь, а также еле видная аура, которая очень сильно походила на лицо. Боже, это... Если ты хочешь воспользоваться ее силой, то тебе нужно вернуться в Нирвану или в школу Тензин. Отправляйся туда, найди книгу, тогда, может быть... Твое желание сбудется. Он выбросил вперед руку в направлении моего лица, затем медленно опустил ее до уровня живота. Его рука была направлена в сторону моего туловища. Как только я пришла в себя, он раскрыл ладонь. В ней находилась очередная дешевая жвачка, такая же, как и в прошлый раз. Не знаю, зачем я ее взяла. Просто даже не задумалась. Сразу после этого он развернулся к окну, вероятно, собираясь снова сбежать. Кто ты? И почему я? Мои вопросы его остановили. Ты не хочешь объясниться? Я не могла расслабиться, учитывая очевидное преимущество его силы. Но не было похоже, чтобы он собирался на меня нападать. Скорее, он пытался меня направить, указать путь. Этого я пока сказать не могу. Он немного повернул голову в мою сторону, и я смогла мельком увидеть его глаза под капюшоном. Они были ярко-синие, и при этом добрые и искренние. Офигеть, добрый и искренний. Назвал меня сучкой, плоскодонкой, добрый и искренний чел. Еще раз улыбнувшись, он выпрыгнул из окна в ванной. Я была ошарашена произошедшим. Надо было как-то переварить случившееся. Что там с тобой, Аюми? Ты в порядке? С метлой наперевес мама ворвалась в ванную. Наверное, это первое, что ей попалось под руку, и чем можно прогнать незваных гостей. Жаль, она опоздала. Я сидела на корточках на холодном полу и глядела на нее пустыми глазами. Я не знала, как ей можно было нормально объяснить произошедшее. Было уже поздно, а я так еще и не переоделся из школьной формы. Нужно было купить еды, и я решил заскочить в круглосуточный магазин по пути домой. Я взял банку оливок, упаковку творога, минералку и еще пару-тройку продуктов, на которых можно было немного продержаться. Что это еще за чертовщина? Я не мог поверить, в этом супермаркете был оккультный отдел. Там продавалась самая разная ерунда, вроде духовных магнитов и оберегов от демонов. Я взял наугад один из них и посмотрел на логотип компании с обратной стороны. Зао Иже Промо. За прошедшие два месяца с момента возвращения из школы Тензин, в мире, похоже, все помешались на сверхъестественном. Всякий раз, когда происходит необъяснимая смерть, общественность набрасывается на эту новость. Люди почти радуются тому, что это что-то зловещее. Во всех журналах и передачах эксперты изучали сверхъестественные аномалии и жадно комментировали их в духе нового века, ради увеличения рейтингов. И вот тебе на. Товары для экзорцизма рядом с готовыми завтраками. Теперь, значит, талисманы продаются на каждом углу? Еще недавно я бы посмеялся над всей этой херней, но теперь мне уже не до смеха. Никогда бы не подумал, что однажды буду смотреть на эти безделушки и думать, работают ли они на самом деле. Товар, который я взял, называется духовный талисман, магнит. Похоже, он был последним. Вдруг какая-то старуха сзади резко протянула пальцы и выхватила талисман прямо у меня из рук. Какого хрена? Искоса глянув на меня, она направилась со своей добычей на кассу. Я же стояла на месте и смотрела, как она уходила. Какого черта? Даже тут бабульки бадловаты. Спасибо за покупку. Что такое Кишинума? Кстати, сколько? Что там у нас по времени-то? Еще есть время. Так, мусорные баки. О, букетик. Ничего не скажешь на букетик. Заверший букет цветов. Ах да, помню, тут где-то поблизости серийный убийца и недавно прикончил школьницу. Наверное, букет положили в память о ней. Не очень-то это и приятно, однако. Ну да. Что там? Ой, киса. Просто кошка. Ну и идиотом же я себя теперь чувствую. Ну ладно тебе. Так, куда пойдем? Кишинума? Шиназаки? Что ты тут делаешь в такое время? Я думал, ты пошла домой. Я и пошла. Извини, что я вот так с бухты-барахты. Ты с работы? Да, сегодня у меня была поздняя смена. Стоп, только не говори, что ты ждала меня тут все это время. Черт, извини. Да нет, все хорошо. Ночь выдалась холодной. По пару из Арташи Назаки было видно ее быстрое и частое дыхание. Не вижу, что хорошо. Ты вся дрожишь. Ты зайди, если хочешь. Я тебе сделаю горячего чаю. Спасибо. Моя комната располагалась на втором этаже. Я не ждал гостей. Тем не менее, я недавно убирался, так что смотрелась она сносно. Шиназаки сразу же села на кровать и начала пить чай, который я ей налил. Она держала чашку обеими руками скорее, чтобы согреться, а не показать манеры. Очень вкусный. Правда? Это чай от моей сестры. Она все время мне его присылает. Говорит, сделан из высококачественных листьев. Звук проезжающего грузовика напугал ее. Она явно была на нервах. Неудивительно, учитывая обстоятельства. Настройки так поздно работают? Да, ближе к концу года проводятся всевозможные бесполезные работы. Каждую ночь так. Из-за чего я в последнее время ужасно не высыпаюсь. Вот досада-то. Время шло черепашьими шагами. Шиназаки пила чай, не отрывая рук от теплой чашки. Она явно что-то задумала. Что-то случилось. У нее это на лице было написано. Ты поругалась с родителями? Не. И не волнуйся. Они знают, что я тут. Знают? Да. Шиназаки в моей комнате. Я мечтала об этом, но не думала, что это на самом деле случится. Чувак, не надо, пожалуйста. Я тебя слишком люблю, чтобы ты страдал из-за нее. Хорошо, но... Ну, мне как бы интересно, что ты тут делаешь в такое время? Что-то случилось? Можно и так сказать. Серьезно? Ты хочешь отправиться в школу прямо сейчас? Я немного притворялся. По правде говоря, это не было полной неожиданностью. Шиназаки бывает всякое, но только не непредсказуемое. Пожалуйста. Значит, ты пришла за моим камнем? Я достал укразенный Уаикой за гробный камень. Ладно тебе, Шиназаки, задумайся. Ну да, камни светятся. Может, они и правда тебя туда отправят. Но чем ты там собираешься заниматься? Что, если ты застрянешь там и не выберешься? Ты же умрешь. А если ты там умрешь, то здесь твоя жизнь будет стерта. Тебя не станет. Я старался вложить в голос всю свою силу и властность. Мне нужно было, чтобы она осознала, насколько это нехорошая идея. Ну и пусть. Я хочу спасти наших друзей. Господи, она досталась этой... Это просто навязчивая идея какая-то. Вот ее жизнь вообще ничему не учит. Спасти. Гримуар. Книга теней. Я знаю, где она. Та самая книга? Да. Вот, взгляни. Она указывала на мыслеграфию от Аика. На левую руку девочки в ней. Все это время она была у нас прямо перед глазами. Посмотри на ее руку. Это книга теней. Вглядываться долго не пришлось. Вот только... Ладно. Допустил у нее... Допустим, у нее в руках книга. Но с чего ты взяла, что это книга теней? Ни с чего. Но я не думаю, что это может быть чем-то другим. Не думаешь? Нам надо вернуться в школу Тензин и найти ее. Тогда мы сможем вытащить их души из Нирваны. Воскресить Сузумото и остальных. Как можно было с ней спорить? Столько много пустых предположений. Но при этом она так в себе уверена. Уверена, что все получится. Ее было не переубедить. Шинозаки яростно замотала головой. Она у нее почти задрожала. Она как бы пыталась выкинуть что-то из головы. А действительно ли эти камни могут отправить нас в школу Тензин? Эта девушка Аика Никва. Тебе не кажется, что с ней что-то совсем не так? Этого мы не узнаем, пока не попробуем, правда? Но вот если они работают, то на кону стоят души наших друзей. И мне кажется, что у нас есть шанс их спасти. Шинозаки. На ее шее, руках и ногах по-прежнему были глубокие шрамы. С первого взгляда было ясно, что с ней недавно произошел несчастный случай. Всю ее самонадеянную самоуверенность трудно было воспринимать всерьез. Впервые в жизни я без стыда из-за кого-то расплакался. Я искренне удивился тому, как сильно мне не безразлично Шинозаки и как сильно мне не хотелось ее потерять. Мои глаза нагрелись и заблестили от мокроты. Мне не с кем больше это обсудить. Но ты ведь доверяешь мне, правда, Кишинома? Я полностью растерялся. Я буквально чесал голову, пытаясь сформулировать ответ. Шинозаки пришла ко мне за поддержкой, за помощью. Буквально первый раз она на меня... Вправду полагалась. По-настоящему на меня рассчитывала. Я знал, что мне нужно сделать. Черт возьми. Ты сама знаешь, через что мы прошли в той проклятой школе. И черт его знает, что сейчас там может быть. Но если ты уверена, то давай. Ах, блин. Герой-любовник. Я правда понятия не имею как, черт возьми. Ты можешь об этом думать. Но я тебе кое-что обещал, и я это исполню. Что ты обещал? Что я защищу тебя, чтобы не случилось. Несколько секунд мы с Шинозаки смотрели друг другу в глаза и пытались друг друга понять. Не волнуйся. Все будет хорошо. Я попытался выдавить из себя улыбку. Шинозаки свернулась почти в клубок, пытаясь не свалиться. Вдруг она распрямилась и уставилась на меня. Блин, Кишинума единственный, кто из персонажей мне тут очень сильно нравится. Если он сдохнет, Айоми, я тебя убью. Сама. Я не мог понять, я зол, счастлив или еще чего. Может, ее глаза в тот момент были кинжалами, а может, как два блюдца. Я не мог определить. Может быть, она пришла, чтобы я отговорил ее. Может, она думала, что она одна. А может, она догадалась, что я задумал. Или же, может, она как раз и хотела услышать именно то, что я сказал, и это ей не понравилось. В любом случае, слезы хлынули из ее глаз так быстро, что красные мешки практически сразу сформировались под ее глазами. Она повернулась ко мне спиной одним, судя по всему, бессознательным движением. Шиназаки, ты в порядке? Помнишь, как днем ты поглазил меня по голове? Казалось, она изо всех сил пыталась не расплакаться, и у нее не особо получалось. А? Я такое делал? Да, ты не помнишь? Она замолчала в ожидании ответа, но я не знала, что ответить, и не хотела сказать что-то не то, и просто стояла, ничего не говоря, как полный дурень. Хорошо, неважно. Если ты не помнишь, ладно. Наконец, она повернулась ко мне. Ее лицо уже почти высохло. Все еще стесняясь слез, она не открывала глаз и хворилась, показывая всю свою уверенность. Она мне явно что-то пыталась этим показать, но я никак не мог понять, что. Так, дай-ка мне взглянуть на твой камень. Я-то думала, тут будет какое-то объяснение между ними. Ладно. Хорошо, вот. Шиназаки достала из кармана загробный камень и положила его прямо мне на ладонь. Я подвинула его к своему камню и принялся их рассматривать. Вот он, переломный момент. Следующий шаг мог изменить нашу судьбу. Нельзя облажаться. За окном по-прежнему шумели направляющиеся к стройке машины. Сейчас или никогда. Стараясь совсем управиться, за одно цельное движение я распахнул окно и вышвырнул камни на дорогу. Охренеть! Мне удалось идеально рассчитать время и как нельзя лучше прицелиться. Камни оказались прямо на пути очередного грузовика. Следующим, что я услышал, стал отрадный хруст. Звук того, как хрупкие полированные камни крошатся на мелкие кусочки. Мне кажется, теперь Айюми тебя возненавидит. Шаназаки подбежала к окну и воочию увидела судьбу загромных камней. Как только грузовик проехал, она упала на колени. Я же сказал, я защищу тебя, чтобы мне... Ой. Это был звук пощечины. Не успел я договорить предложение, как ладонь Шаназаки с невероятной силой ударила по моему лицу. Громкий хлопок разнесся по всей комнате. Пострадавшая сторона лица моментально заболела. Я потер ее рукой и заглянул Шаназаки в глаза. Ее лицо было все в слезах, и у нее тек нос. Она так тяжело дышала, что было видно, как поднимаются и опускаются ее плечи. Нельзя было тебе верить! Послушай, Шаназаки, я... Я совершила ошибку, обратившись к тебе за помощью. Как можно было быть такой дурой? От ярости она буквально впала в истерику. Ты думала, я буду просто стоять и смотреть, как ты возвращаешься туда? Туда? Пришло время дать ей отпор. Я был уверен, что поступил правильно. Как ты можешь быть уверена в том, что книга правда там? И как ты собираешься забрать ее у той девочки? Без плана, это верное самоубийство. Я ненавижу тебя! Ты задница, негодяй! Бесполезный кусок дерьма! Я не понимаю, за что он ее любит? Вот, реально, пацаны, вы иногда такие чайники. Зачем вы ведетесь вот на таких вот истеричках? Я не понимаю. Я понимаю, что женщины тоже совершают часто ошибки, западают на каких-то мудаков. И я тому не исключение. Ну, серьезно. Вот, что он в ней нашел? Объясните мне кто-нибудь. Она же истеричная, тупая, дура, которая постоянно совершает какие-то ошибки. Ее жизнь вообще ничему не учит. И теперь, когда он сделал реально правильный шаг, она... Я тебя ненавижу! Не надо было тебе верить! Прокричав мне эти обидные слова, Шиназаки оттолкнула меня и выбежала из комнаты, рыдая как маленькая. Я снова поднялся на ноги и потер место пощечины. Бесполезный кусок дерьма. Пожалуйста, пожалуйста, боже, где же они? Ох, ребят, давайте мы с вами на сегодня закончим, продолжим в следующей серии. Пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анастезия. Всем удачи и всем пока!